Система школьного, внешкольного образования и культура всегда были значительной частью рынка труда. Как правило, школьные коллективы многочисленны и часто нуждаются в кадрах. Махала решила узнать, какие вакансии существуют в Болградской территориальной громаде. Махала чекает на твой комментарий и подписку. Школьное и дошкольное образование. Образование в Украине переживает не лучшие времена. Два года подряд ему мешала пандемия COVID-19. Теперь война. Мы уже почти два года не занимались очно. Сначала это было за пандемией, сегодня это совсем другая ситуация, более сложная. Но сегодня в нашей громаде працюют 195 учителей в заказах загальной средней освятии, из которых всего лишь 7 выехали за межи кордона. И они тоже продолжают працювать дистанционно. То есть сегодня у нас нет проблем с нашими педагогическими кадрами. Если школа может работать в таких экстремальных условиях, то детские сады нет. Ни один детский сад громады не проводит очных занятий с детьми. По этой причине работники детских садов получают две трети от заработной платы. Сфера дошкольного образования не нуждается в новых работниках. Внешкольное образование. Тут ситуация лучше. По желанию родителей, дети посещают кружки и секции. Дуже успешно вы не выставляете и працюет очно и дистанционно в разных и смешанных формах. Большая часть кружков и секций сконцентрирована в Болградском детско-юношеском центре творчества на проспекте Соборный, 151. Работают кружки по вокалу, рисованию, бисероплетению, театральный, экологический. И также есть две студии эстетического развития. Мы стараемся развивать всесторонних деток. Помимо направления кружка детки сейчас в данный момент очень активизировалось патриотическое направление. Очень много у нас конкурсов, которые мы организовываем, в которых мы принимаем участие в областных этапах, всеукраинских и даже международных. Поэтому активно привлекаем деток к благотворительным ярмаркам. Деткам это очень интересно. Естественно, это актуально в данное время. Центр принимает всех детей. Необходимо лишь заявление родителей. Поэтому сотрудники ждут детей и из категории внутреперемещенных лиц. Многие, даже кто занимался в городах, тоже хореографией, других направлениях тоже, им приятно осознавать, что в Балграде есть такой центр творчества. И действительно, они посещают занятия. То есть уровень у нас ниже, а уровень где-то и выше. К сожалению, вакансий нет. Однако для волонтеров двери всегда открыты. Вакансии в сфере образования. Життя в закладах освіти, воно не за календарем працюємо, а від вересня до вересня. И наши педагоги, за нашими педагогами, закріплюється те навантаження, яке было в вересня 2021 року до вересня 2022 року. Вакансии могут появиться в сентябре 2022 года. И согласно требованиям закона, соискатель может обратиться к руководителю любого учебного заведения и узнать о них. Однако дефицит кадров все же существует в двух школах громады. В селах Владычень и Оксамитная. Школа Владычень требует учителя украинского языка и литературы, математики, биологии, химии, информатики и физики. Школа Оксамитного нуждается в учителе информатики и физики. Культура. В болградской громаде под культурой сейчас понимают широкое понятие. Это дома культуры, библиотеки и даже спортивная школа. В этой связи отдел культуры и горсовета – крупный работодатель. У нас продолжают работать абсолютно все. Это не кружки. У нас в Центре культуры Тадазвиля – это культоорганизаторы, которые отвечали за календарь культурно-массовых мероприятий, и руководители наших ансамблей и коллективов. Коллективы у нас работают за исключением тех, кто уехал. Ну, в связи с обстановкой, у людей есть дети, мы все прекрасно понимаем. Вот эти вот коллективы временно у нас приостановили свою деятельность. Это в селе Виноградовка и в селе Табаки. Остальные абсолютно все работают в штатном режиме. Также Центр культуры и досуга немного переформатировал свою деятельность. Если раньше коллективы работали над своим репертуаром, сейчас добавились мастер-классы для переселенцев. Продолжает свою работу и коммунальное учреждение «Спорт для всех». Кстати, именно здесь увеличился штат сотрудников уже после начала войны. Сейчас прибывший спорт в школе. Работают секции по вольной борьбе, волейболу, восточным единоборствам, тяжелой атлетике, шахматам, шашкам. Дополнительно открылась секция джиу-джитсу. Чемпион мира приехала к нам в громаду, попросилась. Мы пошли навстречу, трудоустроили. И теперь Терещенко работает. Предоставили зал, конечно. Она вложила тоже свои усилия для того, чтобы его благоустроить и создать неопределенные условия для занятия этим видом спорта. Также был принят на работу инструктор по футболу в помощь уже работающему тренеру. Вакансия в сфере культуры и спорта. К сожалению, в культуре больше людей только уехало, уволилось. Сегодня мы испытываем такую потребность у нас в аккомпаниаторе. Уехал аккомпаниатор, и поэтому здесь было бы неплохо. Расширять, увеличивать, в принципе, у нас направления все есть. Из разговора с руководителями образования и культуры Болградской ТГ становится ясно, что первостепенной задачей было сохранение уже имеющихся трудовых ресурсов и выплата заработной платы. Про большое количество вакансий говорить не приходится. Однако двери открыты. Попытать счастье можно, тем более если человек обладает специальным образованием. Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально. Поддержи выпуски видео. В назначении платежа укажите больше видео. Ваше имя попадет в титры по желанию. Мы искренне вам благодарны. Эти деньги помогут нам в развитии нашего проекта.